В Григорьевском сельском поселении прошёл сход граждан. Глава Сергей Лименцев отчитался о проделанной в первом полугодии текущего года работе. Обустроили уличное освещение и провели ремонт дорог по нескольким улицам Григорьевской и Ставропольской. В Ставропольской установили новую детскую площадку, провели замену водопроводной трубы, выполнили косметический ремонт здания администрации и начали работы в Доме культуры. После отчёта у жителей появилась возможность задавать вопросы. На сходе присутствовали глава района и его заместители, а также руководители служб и ведомств, которые давали нужные разъяснения. У нас речка горная, поэтому несёт она очень много щебня, но её никто уже очень давно не чистил, русло не чистилось. Хотя я понимаю, что экология и всё прочее, но тем не менее из-за нечищенного русла у нас теперь появилось такое явление, как затапливание улиц. Скажите адрес свой, и мы выйдем на речку, обследуем, напишем письмо на Минприроды, комиссионно они выезжают, бассейноводное управление, наши специалисты, ГУЧС поселения, и обязательно обследуем и будем обращаться в Минприроды по расчистке реки. Также жителей интересовало состояние дорог, отсутствие автобусных остановок и сплит-систем в соцобъектах, качество электроснабжения, благоустройство территорий. Беспокоят население бродячие собаки. Сейчас их стерилизуют и выпускают обратно на улицы. Сейчас рассматривается вопрос, будут создавать межрайонные приюты. Наш район закрепили за Белореченским районом, выделен уже земельный участок. В 2023 году планируется строительство приютов и планируется, что собак будут отлавливать и помещать в приюты. Выпускать их уже на прежнее место обитания не будут. На все вопросы жителей даны разъяснения. Часть вопросов глава района и его заместители взяли на личный контроль. Хочу всех поблагодарить, кто сегодня пришел сюда в зал, потратил свое личное время, кто задавал вопросы, кто активно участвовал в обсуждении. Также хотел бы напомнить, что в сентябре 9, 10, 11 сентября у нас состоятся выборы в законодательное собрание Краснодарского края. Поэтому всех я призываю прийти на участки и выбрать себе того кандидата, который, по вашему мнению, сможет решать ваши вопросы и вопросы района, и вопросы Краснодарского края в целом.